Сегодня в Сыктывкаре завершился Кубок Федерации Плавания Коми. В командном зачете первое место заняла сборная столицы республики, на втором – Воркута. Именно эти два города в последний день соревнований стали триумфаторами. Их представители первенствовали почти на всех дистанциях. Вырвать золото у фаворитов смогли только ухтинец Юрий Торопов, он стал первым на дистанции 50 метров брасом, и Никита Попов из Усинска. Он взял золото на 200-метровке комплексным плаванием. Третье место в общекомандном зачете заняла сборная Череповца. Буквально через месяц сыктывкарцы станут свидетелями уникального события. 2 ноября по улицам города именитые спортсмены и жители столицы республики пронесут Олимпийский огонь. В рамках нашей эстафеты в городе Сыктывкаре будет проходить вот эта эстафета, и будет участвовать в 90-х паркелоносцах различного возраста, различных занятий, профессий. И, наверное, это как раз здорово. А всех нас объединяет одна идея. Идея мира, спорта, объединения всех светлых устремлений человечества. На пресс-конференции стало известно, кто же побежит с Олимпийским огнем. Это наши знаменитые спортсмены. Раиса Сметанина, Василий Рочев, Анатолий Чиканчи, Владимир Леготин, Екатерина Братусь, Николай Бажуков, Андрей Нутрихин. Я, например, лично пять раз участвовала в Олимпийских играх, и еще раз прикоснуться к этому событию огромному, к Олимпийскому движению, это, конечно, почетно и значимо. Но я думаю, что для всей нашей республики, для жителей нашей республики, это, наверное, такой важный момент. А вот олимпийский чемпион Василий Рочев, старший, свое место факелоносца готов уступить Юлии Чипаловой. Она, по мнению прославленного лыжника, заслужила это право своими победами. Жительница Соктовкара Юлия Чипалова выступала первый раз на своих Олимпийских играх в Японии. Она, участвуя на дистанции 30 километров, это марафон женский, в 19 лет выиграла свою первую золотую медаль. И вот позавчера мне звонили с ее работой, здесь она в Соктовкаре работает, и сказали, что да, вот ее кандидатура не прошла, потому что все лакантные места уже заняты на вестафете Олимпийского огня. Вопрос об участии Юлии Чипаловой в вестафете Олимпийского огня Николай Гордеев пообещал решить. Он же заявил, маршрут уже разработан, но пока держится в тайне. Точно можно сказать одно, у огня будет три остановки. Аэропорт, железнодорожный вокзал и Стефановская площадь.